друзья всем привет и несмотря на то что мы находимся в сосновом лесу мы сейчас с вами переместимся во вторую техническую часть про бмв в автосервис к сергею обратите внимание бмв и куча мух чтобы это могло значить напишите ваше мнение в комментарии я очень рад что вам понравился диалог сергеем я почитал ваши комментарии есть довольно таки противоречивые комментарии я вам предлагаю сделать следующее давайте посмотрим вторую часть после чего также выскажите ваше мнение из двух частей я соберу самые 10-15 горячих комментариев потому что там действительно есть что обсудить отправимся к сергею и зададим ему их в данный момент мой автомобиль полностью стоковый но как вы знаете моего друга есть точно такая же бмв которая изначально была прошита до 528 также там есть возможность выставить 310 лошадиных сил путем прошивки просто переключая на руле так вот я вам предлагаю сделать следующее мы в четвертой части дневника мы в четвертой части дневника бмв 5 сделаем заезд где выставим наш автомобиль и выставим его автомобиль я вам детально расскажу что он изменил с автомобилем у нас будет прибор рейс лоджик мы посмотрим на паспортные показатели моего автомобиля его автомобили сделаем заезд для того чтобы нам можно было воочию видеть что же такое чип тюнинг а какую разницу в динамике в разгоне он дает парни я думаю вы все знаете такого актера как дуэн скала джонсон и знаете что наткнулся я тут на русском ютубе на очень необычный ролик в котором производители радиаторов royal thermo нашли единственный в россии военный внедорожник на котором дуэн джонсон снимался в фильме форсаж и знаете что они сделали они сняли на него свой вариант версии топ гир как вам такое вы вдумайтесь только как работает русская соображалка взять дуэн джонсон взять военный внедорожник взять радиаторы отопления все это вместе соединить и сделать действительно крутой ролик я оставлю на него ссылочку он короткий перейдите посмотрите получите эстетическое удовольствие а кто не посмотрит ролик тот не попадет на новую версию фильма форсаж тот не узнает как выглядит тот самый военный внедорожник который в россии в единственном экземпляре этот замерзнет зимой потому что он не узнает о существовании радиаторов отопления royal thermo в общем и размазываем кашу по тарелке поехали друзья про n20 мотор мы поговорили есть у вас останутся какие-то вопросы пишите их в комментарии будет повод вернуться к сергею до уточнить скажем так сергей вот расскажите пожалуйста про другие моторы есть дизельный мотор есть там 500 30 и вот сейчас пошли вот вопрос стоит так если бы вы все покупали пятерку какой мотор вы бы выбрали себе с точки зрения опять же на хорошо но здесь уже есть такой понятие вкусовщины дизельный двигатель безусловно это совершенно другое царство к бензину и с бензином он связан очень опосредован во всех смысл в том числе и в конструктивных несмотря на то что бмв когда-то начиналось со свою дизельную серию это где-то середина восьмидесятых с того что взяли бензиновый блок и засунули туда ну фактически дизель это был такой мотор назывался м21 так вот дизель современный к бензину конструктивно он на него похож по системе питания но по железной части очень сильно они отличаются поэтому по надежности цилиндропошлевая дизеля на порядок интереснее современного бензина там отсутствует масло дренаж вот у бмв например и нечего фактически закоксовывать плюс температура эффективные двигатели ниже кпд выше температура средняя ниже и цилиндропошлевая заметно чище даже если вы меняете масло как они просят десятку я бы не переезжал ни на бензине ни на ни в коем случае так вот далее начинается вопрос эксплуатации нравится ли вам как звучит дизель нравится ли вам выхлоп у дизеля потому что не другой цикл горения фазы горения другие звук выхлопа другой у меня есть клиенты у которых в идеальном состоянии доведенные дизель и они говорят все хорошо едет ураган отклик на газ виду того что там в общем там все там все другое но она им нравится но они говорят звук не могу слушать звук выхлопа там все равно останется дизельным если вас не напрягает звук вибрация которая все равно у дизеля характерная но присутствует у многих современных дизелей многостадийный впрыск там до семи впрысков на холостых его почти не слышно слышно только как форсунки цокают давление абсолютный там выше на порядок чем у бензина и на два порядка чем на три порядка чем у атмосферного бензина и вот шумность все равно хоть какая-то но останется есть характерные я не говорю о каких-то азиатских дизелях которые молотят как трактор даже если возьмете вот этот аналог этого автомобиля с дизелем все равно и будет слышно но мощностная характеристика у него сжата там по моему до 5 там 5 5 половиной отсечка машина едет по-другому если это не напрягает следующим вещам первая система питания каждая форсунка неразборная примерно 500 евро стоит на шестицилиндровом современном дизеле их будет 6 с индексом в зависимости от глубины форсировки и количество установленных турбин на рядный блок у всех сейчас один и тот же он достаточно неудобен в обслуживании то есть все снимать все разбирать цепь менять вот эти вещи но 100 тысяч дизель пройдет дальше вообще без проблем то есть за 100 тысяч в дизель вообще ничего не вложите скорее всего дальше начнутся проблемы система рециркуляции так называемая агр у всех прочих егр туда надо лезть и вычищать всю грязь потому что дизель кормит себя своим выхлопом вся эта сажа оседает там начинают заклинивать различные клапана которые регулируют вот этот процесс выпадают ошибки далее сажевый фильтр который у дизеля установлен там где-то в хвосте его надо снимать мыть ли обменять на новый иначе машина будет дико пахнуть бизнес класс пятилетний который пахнет как камаз это очень странное явление если удалить сажевый фильтр он будет уже попахивать если вы его заведете в гараже и постоите пять минут там стоять будет невозможно вот мне очень странно вы открываете дверь всю грязь из-за того что разница в давлениях засасывает в салон вы дальше начинать дышать этой сажей если это не напрягает не вопрос для меня бизнес седан с дизельным двигателем странное сочетание но еще расскажу что у дизеля есть свои преимущества и свои недостатки в общем есть свои плюсы есть свои минусы но вот ему бы вы какую оценку поставить по пятибалльной шкале вот по вашей шагу 200000 развал до 100 тысяч пробега это практически теоретически возсуществующий идеал там все хорошо и 5 до наверное ближе к пяти это очень хорошо потому что за этим придется расплачиваться следующему хозяину или все за это придется расплачиваться в течение последующих 200 километров и если а форсунки которые работают при давлениях 2200 атмосфер а это космические давления в общем-то не существует вечных по определению это слишком сложная конструкция чтобы дозировать там микрограммы с точностью струйного принтера вечно она так не будет делать поэтому 100 тысяч от ездите а дальше она выбрасывается покупается новый если вы хотите идеалы если нет то при ускорении у вас будет сажа как из камаза вылетать и можете посмотреть на дорогах очень многие престижные машины там land cruiser и угодно газ пол нажал и за ним черный дым меняйте форсунки они не ремонтопригодны так вот посчитайте калькуляция тысяч после 150 наверное так пять форсу шесть форсунок по 500 евро 3 тысячи евро дальше тнвд который там стоит в принципе не таких больших денег но скорее всего тоже ремонтировать форсунку в дизеле можно по несколько раз и с непонятно каким результатом на бмв современный вот на m поколение еще не ремонтопригодны плюс-минус 50 на 50 повезет не повезет а вот на н вам придется скорее всего покупать новую по крайней мере год назад их еще точно никто в москве не ремонтировал поэтому 100 тысяч отъездили а дальше передали соседу он может сгрести все удовольствия от этого мотора если совсем вкратце то современные масла это комбинация состоящая по основе час зачастую синтетических масел масел синтетической основы проблему в этих маслах заключается в том что они очень плохо растворяют присадки присадочные пакеты в современных композициях достигают 3 объема да да мы были на заводе рели высоких температурах эти присадочные пакеты в масле не удерживаются выпадают в осадок так как это происходит вся эта грязь скапливается цилиндр поршневой что приводит к залеганию колец забить и масло дренажа чисто от грязного масла по методике которую я изобрел и использую визуально отличаются например вот так то есть вот это так понимаю ваша а вот это равно не совсем мое у меня нет брендозависимости это масло исправная и качественное качественное обращу внимание только с точки зрения образование осадка но это заметно на двух примерах этот камеру при этом я не вижу никакой зависимости в бренде это зависимость прежде всего от рецептурная бренд это всего лишь некое предприятие некая шапка но если бы ребята задали вам вопрос сказали бы ну все-таки сергей есть тот бренд какой-то на рынке даже не для рекламы просто который вы могли бы выделить в частности для моторов бмв например что я бы вам мог бы посоветовать там порекомендовать вот это масло читать не умеет как и двигатель ему все равно что в него льют лишь бы это было качественно с точки зрения критерия качества я могу ответить порекомендовать какой-то бренд если только с точки зрения общей стабильности вот есть бренды которые используют определенные присадочные пакеты более того них наверняка не выбирали по какому-то принципу просто так проявилась уже на тесте получилось так получилось так такие бренды есть и например мобила почти вся линейка когда-то была чистая этому есть объяснение зависит от того каким поставщиком присадок они работают на данный момент более менее чистые практически чистые линейки у ликви молли может быть тот же самый ксенум это отдельная линейка масел которые тоже чистые масла но вот этот критерий он необходимый но недостаточно это минимально достаточные требования для двигателей серьезных вообще для тех кто серьезно то есть к машине рекомендую конкретные продукты в которых вот этот критерий лишь один из это минимальная базовая требует друзья здесь я хочу сделать вывод когда мы сняли первую серию про автомобиль многие написали ну чё-то купил то 37000 свежая машина надо было брать 1150 пробег чтобы был контент был сергей я правильно понимаю что контента было бы много я бы здесь был бы главный гость и частенько приезжал бы вы пополнили бы ряды клиентов которые здесь занимались капиталкой н20 мотора там все очень прозаично показывать особо нечего все что я перечислил там будет это будет растянутая цепь который на 5-6 соток уже стандарте 5-6 соток блок уже потерял в больных местах я уже сказал 2 до 5-6 соток две десятки потеряет блок я может быть раньше говорил про две сотки я говорился две десятки потеряет этот блок а это уже поршень болтается вот так и еще раз повторю здесь есть конструктивные вещи которые не лечатся и чтобы вы с ними делали 200000 вы на нем в идеале переезде эти вряд ли я уже не упоминаю таких проблемных местах но более надежных как ванас и которые здесь не просто кстати не просто меняются и немало стоят ремонт турбины это на вскидку наверное порядка тысячи евро перебрать турбину если хорошо вообще вот все вычистить картриджи хорошие поставить промыть и еще снять поставить ну и все вот эти удовольствия поэтому скажу так средний ремонт вас ждет где-то 100 плюс минус и суровый ремонт наверно 200 200 вот на этом давайте сделаем выводы по моторной части друзья покупая автомобиль смотрите лучшего с пробегом до 100 тысяч чтобы вы покатались ну 100 150 максимум а дальше уже давайте то опять же 150 это при условии того что вы следили за автомобилем первый владелец за ним тоже следил правильно солидарен 120 задний привод сергей мы с ребятами частенько спорим да и вообще в интернете очень много это обсуждение вокруг системы полного привода x-drive одни говорят надо брать ведь зимой задним приводом научишься я для этого взял чтобы нам учиться показать но расскажите пожалуйста на вашем опыте о надежности полного привода если мы покупаем автомобиль с пробегом можно ли столкнуться замены приводов сколько это стоит некоторые рассказ о том что есть и брать версию с полным приводом дизельного такой трехлитровый мотор который якобы очень надежный там могут быть проблемы с раздаткой вот расскажите пожалуйста вообще поподробнее про полный привод на было но я думаю по определению любой механизм который сложен и сложен и нагружен рано или поздно сломается все остальное зависит от конкретной модели и характера эксплуатации полный привод на каких-то автомобилях особенно мощных но 100000 наверное способен пережить проблемы все традиционные если ездить активно и газ в пол на полном приводе шрусы вы скорее всего поменяете уже к 100000 раздатку их много очень было разных раздаток но цепь вытягивается 1150 редукторы то же самое если это зависит от конструктива вот сделали они неудачный редуктор неудачные подшипники или на болезнь старых заднеприводных автомобилей типа и 90 это задний редуктор там почему-то стоят шариковые подшипники то есть высоко нагруженные по определению вот люди ставят роликовые подшипники все становится хорошо это вопрос конструктива если взять редукторы автомобилей классические 90-х годов они 500 тысяч проект ничего с ними не будет ответ конкретно поэтому автомобилю вот я не могу сказать что часто обращаются с проблемами пару раз что-то было то есть 100000 они свои переезжают дальше они еще не все там 150 они не переездили статистика именно по железной части полного привода я думаю накопится еще где-то через пару ну а если например в эти шусы там привода менять сколько это вообще по деньгам стоит каждый привод я думаю в среднем замены замены наверно тысячи долларов тысячи долларов за два привода это 2000 массе с раздатки раздатки перебираются есть ремонт ремонтные раздатки установлены в заводских условиях раздатки на вскидку думаю ремонт агрегата такого хорошего это где-то 1000 евро ремонт замены с маслом всеми делами где-то 1000 это касается практически любого агрегата у бмв за исключением коробка еще туда-сюда к нему относится вот любой трансмиссионный серьезный агрегат наверное в пределах тысячи евро его стоит отремонтировать отремонтировать но если раздатку в сборе менять то там если я не ошибаюсь около 3 она речь долларов но смотрите если вы хотите новый узел он всегда стоит гораздо дороже чем восстановленный перебраны от капитальные это катается касается мотора коробки редуктора всего если он восстановлен в три раза дешевле он перебран окей а перебираете вы его сами или покупаете перебраны это уже как бы примером то же самое давайте также с вами сделаем такой итог есть рассматривать автомобиль до 150 тысяч пробега точно допустим купил там 3770 неважно до 150 до полный привод может быть проблемным или скорее всего мы сможем докататься если вы на ней прокатились и не чувствуете ничего плохого каких-то ударчиков шума при разгоне вот именно ударов при разгоне хруста особенно когда в поворот с газом входите можно так проверить скорее всего больной шрус уже защелкает если он совсем разваливается он защелкает просто в повороте то скорее всего с ним все нормально я между с полным приводом все нормально и 100 150 я думаю большинство подобных автомобилей переживут вопросы я задаю согласно нашего инстаграма то есть многие вы писали спрашивали один из таких вопросов был интересный одно делают человек покупает новый автомобиль у него есть денежки бренд все-таки для состоятельных людей а другое дело я его купил на вторичке я готов на него тратится но есть оригинальные запчасти а есть неоригинальные запчасти вот есть на вашем опыте куда лучше ставить только оригинал а где можно обойтись аналогом возможно достойным аналогом я бы дмитрий с позволения переформулировал давайте куда у вас есть шанс есть места куда у вас есть шанс поставить неоригинал а каких-то узлов или запчастей в бмв в неоригинале не существует еще важный момент на бмв совсем уж копеечного не оригинала страшного не существует я имею ввиду на современные бмв естественно не на бмв 20 лет недавно суда оголтела китайскую запчасти вы просто не купить действительно наверное среди всего не оригинала который еще сюда можно найти естественно это касается ходовки можно найти чуть более качественный чуть менее качестве но исправная деталь все равно будет лучше чем бушная оригинальная которые здесь к такому пробегу конечно скорее всего вы меняли там все солен блоки передние подвески по задней части до 100 тысяч ну что-то там я не знаю под подвески ну в основном подвесные какие-то сайлент блоки менялись но если человек переживает о стоимости обслуживания подвески вообще надо покупать бмв не нужно это последнее что в бмв может потребовать внимание с точки зрения объема денег средств затрачены 100 тысяч здесь можно перебрать подвеску очень хорошо почти все можно то есть я например слышал другую информацию то что в принципе до 100 тысяч по подвеске я про гоню нет я понимаю ну а по надежности по самой подвески ходовой части автомобиля то есть какие-то слабые места то есть на то что мне нужно будет обратить до 100 тысяч внимание про сайлентблоки я услышал это слава богу диагностика ходовой части одна из самых я не могу сказать что простых но доступных операций и пошатать что называется подвеска на подъемнике могут в любом сервисе скорее всего у вас будет будут все классические вот эти придирки слесарей которые связаны что-то здесь сайлент блок мягкий здесь лучше шаровую поменять вот эти вещи да они классические практически для всех машин автомобилей скорее всего это будет касаться передней части автомобиля по понятным причинам и ценник вряд ли будет превышать стандартный ценник вмешательства 50 60 тысяч рублей будет вряд ли превышать но если конечно там добавится амортизатор это еще что-то добавит поэтому я говорю диапазон до 100 тысяч ходовку можно вложить от 50 до наверное 150 тысяч рублей если очень сильно не повезет и повторюсь ходовка в бмв самое последнее что потянет ваши деньги она конечно будет тянуть но подвески ходовки сложные но по проблемности это самое последнее место сергей и давайте в заключение вам такой вопрос вот очень много молодых парней кому там 20 лет и уже чуть побольше ну скажем так от 20 до 30 хотя и в 35 и в 40 можно ощущать себя на 20 хотят купить бмв как красивую машину погоняться поездить вот дайте пожалуйста совет на что им обратить внимание условно что до 100 тысяч ребята взяли если вы там работаете исправно зарабатываете можно купить а если вы например берете на последние деньги то лучше я понимаю ну здесь очень много истории могу рассказать но общий фон наверное примерно такой очень многие удивляются это прям вот у каждого второго наверно кто 1 впервые столкнулся с бмв я слышал очень странные такие пассажи там а я думаю что это немецкое качество вот это же часто очень встречаем абсолютно ломучее говно хорошую машину три буквы не назовут это может писать 2 3 4 много чего да по-разному и во всех кстати странах это не только в россии такая ситуация поэтому скажу так не хочу банальности повторять но идея такого не удивляет ли вас что этот автомобиль новым стоит несколько миллионов рублей а спустя буквально пять лет как только он сошел с гарантией с куланса с расширенной гарантией он уже стоит почему-то треть цены а вот если мы возьмем toyota land cruiser которая стоила 10 лет назад столько сейчас она стоит на 30 процентов ниже чем до вопрос почему вот вот он ответ перед вами висит и объясняется это объясняется это очень просто любой немецкий автомобиль сделаны на грани что называется вот на гребне технологического прогресса он потребует вы будете оплачивать вот эти детские болезни или новшества и своего кармана так что если вы покупаете бмв x6 который новый даже в этом кузове может стоить 5-6 раз дороже не удивляйтесь что ремонт этого автомобиля сразу после покупки потребует второй стоимости этот автомобиль является средним представителем линии у него средний мотор я имею ввиду как по мощность так и по технологической сложности предел вмешательства в этот мотор наверно 1350 рублей вот если все в нем хорошо сделать тяжелый мотор какой нибудь в 8 битурбо может потребовать до миллиона если там вообще с нуля мотор строить да вы же понимаете что капремонта эта часть старых вещей остается часть новых устанавливается если захотите вообще делать его в идеал там будут большие железки которые тоже придется купить любой ремонт это компромисс поэтому вот этот автомобиль он средний него все хорошо он не очень тяжелый он не очень мощный он кстати достаточно вместимый потому что эта платформа семерки я считаю вот этот кузов чуть ли не best buy им в своих деньгах он удобный по городу не тяжелый двигатель достаточно мощный чтобы таскать этот кузов ну и так далее и тому подобное но это вот именно серединка значит я не советую без денег купать дорогие машины это очевидно этот автомобиль можно купить и готовить 10-15 процентов его стоимости на обслуживание в течение первого сезона дальше по 5-7 процентов на каждые 50 тысяч тогда все будет хорошо но есть требования которые эти автомобили предъявляют к среднестатистическому владельцу и которые большинство людей это отдельная тема для разговора не выполняют а именно так называемые интервалы long life которые европейцы изобрели в девяносто восьмом примерно году изобрели уже в начале двухтысячных ничуть не позволяют этому автомобилю переездить без серьезных проблем тысяч пятьдесят и таких машин полно поэтому с 2015 года бмв обновила по всему миру интервалы на примерно 10-12 тысяч километров пробега и вот если вы покупаете такую машину на вас уже будет 15 год значит там хотя бы маслом после 15 года да у нас 16 уже это говорит о том что после точнее купленная автомобиль куплен после 15 года масло там меняли хотя бы раз 12 тысяч это поразительно сказывается на его внутреннем состоянии достаточно два раза как очень многие люди делали меняя масло в 25 тысяч получить очень грязный мотор уже там к 50 тысяч пробег и это сразу капиталка его отмыть невозможно только разбирать а он слишком сложный там есть управление давлением масла то есть там есть электро гидравлические узлы все это загрязняется и это уже никак не решить только разбирать и все перемывать поэтому советы следующие машину брать как можно более свежую если берете сну по жизни но пожилой автомобиль откройте клапанную клапанную крышку тяжело но хотя бы маслозаливной посмотрите нет ли там грязи в моторе если там эта грязь есть это уже все дорога в один конец плюс очень многие владельцы охотно говорят о том что вот у меня всего литр на три тысячи километров они считают это благом это это вообще это я ну какие допустимые показателя литр над вот он весь номер литр на 10 нормально литр на 5 я бы насторожился литр на 3 это уже прямая дорога капиталки литр на тысячи капиталками судьи которые даже хвастаются типа он смазывается внутри хотя это я говорю что это за гранью загрязь очень интересная тема потому что эти автомобили сертифицированы евро 5 евро 6 вы видели что летит у автомобиля который кушает масло там сизый дым и запах вот самый простой вопрос людям которые говорят что расход нормально как их сертифицировать если оттуда прямо ну сизый дым оттуда идет так вот первое интервалы расходы масла интервалы замены масла 2 расход масла но наверное вот эти два показателя уже позволяют совсем отделить дрова от не дров этого минимально достаточно но еще раз предупреждаю я вот бмв занимаюсь практически без остановки уже больше десятилетия это прямо специализация на бмв могу сказать что мне известны случаи когда за пять шесть лет владения человек капиталил двигатель по два-три раза это единичные случаи но они есть у меня целые вот людей которых я давно знаю да у нее это сложные моторы к этим этой ну вот это еще еще расскажу середнячок но покупать бмв на последние деньги очень странно очень странно и плачевных случаев знаю когда человек покупает машину за 500 тысяч рублей ну конечно не такое чуть попроще приезжает и вдруг выясняется что машина потому и стоил 500 тысяч рублей что привести в приличное состояние еще две две с половиной цены это прям факт и такие люди приезжают они удивляются ну как так в она же ехала а почему там и получается что вся ходовка двигатель коробка дают вам но еще раз две две с половиной цены супер друзья вот на этом мы сегодня и закончим мне было жуть как интересно пообщаться и огромное вам спасибо я надеюсь что этот ролик будет полезным я в качестве благодарности с огромным желанием оставлю ссылки на все ваши живые журналы друзья человек более семи лет уже ведет там все пишет тот кому интересно что-то почитать полезного действительно пожалуйста соответственно будут вопросы звоните обращайтесь вы сами видите человек говорит сознанием дела я слушал просто открытым ртом если кивал начал ну поймите правильно спасибо вам огромное и вам внутри ну что друзья теперь сделать выводы нужно мне наша процедура подходит концу по промывке радиатора и замена антифриза я считаю что этот диалог был крайне полезным и актуальным на сегодняшний день вы услышали значимую ряд часто задаваемых вопросов все те кто писали мне рекомендации о том что бери себе бмв года 12 с пробегом 150 тысяч спасибо большое друзья вот так вот приезжать снимать автомобиль регулярно раз в неделю раз в месяц я лично не хочу покатаюсь на машинке сегодня она в идеальном состоянии то есть и диагностики я делал но ни в коем случае не пытаюсь нахваливать я буду снимать я буду продолжать вести свои наблюдения обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал ведь там всегда выходит свежие новости вы также можете принимать участие задавать ваши вопросы вдруг будет что-то новенькое что-то интересное я буду продолжать в голове много интересных идей будем воплощать огромное спасибо за просмотр если вы посчитаете что этот ролик был интересным и полезным обязательно нажмите поделиться расскажите о нем вашим друзьям в ваших соц сетях так больше народу узнает об этой полезной информации ставьте лайки ставьте дизлайки до новых встреч всем пока пока